Всем привет зрителям вышивального канала! У нас еще продолжается встреча рукодельницы Оренбурга. Я немножко хочу рассказать о своей вышивке, какие вопросы сейчас мне будут задавать, буду на них отвечать и заодно зрители канала смогут посмотреть. Для новичков, кто хочет научиться вышивать. Вот такой вопрос, как мы вышиваем, где берем схемы, где берем наборы. Ну вот здесь вот представлены у меня оформленные картины, они идут по наборам. Их можно заказать в интернет-магазинах, в интернет-магазинах очень много. В Оренбурге у нас тоже есть на Кирове большой магазин есть, Леонардо. В магазине Мирвышивки у меня есть персональный промо-код. 10% скидка на первый заказ. Там выйдет подешевле. Я потом расскажу, как можно сделать заказ. И вот здесь работы представлены. Это уже идет набор. Готовый набор. Там в наборе идет схема. Нитки, иголочка, канва. Все идет уже в наборе. Можно приобрести отдельно схему и по ключу подбирать нитки. Но для начинающих я всегда рекомендую покупать набор. Вот на мой взгляд, какие наборы для новичков подойдут. Вот допустим, вот этот вот набор фирмы Чудесная игла. Он бюджетный. Ниточки недорогие, но на достаточно хорошего качества. Название фирмы Чудесная игла. Там есть все. А если хочется подороже, то есть другие фирмы. Риолис. Ну там уже идут ниточки подороже, цена подороже. А там на наборе написан уровень сложности. Но сейчас я покажу свою первую работу. Вот это серень от фирмы Алиса. Это тоже достаточно бюджетные наборы. Вот это серень. Хоть и большая картина. Вышивать сложновато, потому что часто меняются цвета. Но это была моя одна из первых работ. В принципе, красивая. Конечно, как живая серень. Я не скажу, что было очень сложно. Не скажу, что было сложно. Сейчас многие наборы комплектуются не только конвой, но и... Вот, допустим, вот этот набор от фирмы Мария Искусница. Он комплектуется тканью равномерного переплетения льном. На льне вышивать посложнее. Нужно... В описании к набору там написано, что идет в комплекте. Аида? Аида – это конва. Да. Если написана равномерка, льон там, это уже ткань. Это будет посложнее. И на что нужно обратить внимание начинающим вышивальщицам? На каунт конвы. Каунт – это размер ячейки. Для начинающих... С леточки. С леточки. Вот я всегда для начинающих советую 14. То есть там будет написано 14 ст. Средней. Да. Либо есть 10-11. Это еще крупная ячейка. Если зрение не очень хорошее, лучше начать с крупной ячейки. Допустим, вот мне, хоть я и много вышиваю, но 18-й, где 18 написано... Это 18? Нет, это 16-я. Вот это 16-я. Для меня такая идеальная 16. Нормальная? Да. А крупная тяжело вышивать. А крупная уже тяжелее вышивать. Для зрения тяжело. Девчонки у нас молодые вышивают даже вот на льне через одну ниточку переплетения. Я через две вышиваю. Это вот считается крупный крестик. Многие девочки вышивают через одну ниточку. Там вообще микроскопический крестик. И сейчас вот модная вышивка на пластике, на дереве. Вот это на пластиковый. Я заинтересовалась, где это приобрести можно? Это наборы. Это прям наборы. От фирмы «Жар-птица», «МП-сюжет». В Леонардане есть. Там в наборе уже идет пластик, ниточки и схемка. Это вот пасхальные сюжеты. Ну, это магнитики. Ну, я люблю вышивать мелочевку. Да, подарить, чтобы на подарок. И сейчас вот модное увлечение – вышивка на дереве. Ну, это украинские производители. У нас в Оренбурге, по-моему, их еще нет. Нету в Оренбурге у нас. Потому что все я через интернет заказывала. Это пасхальные, да, яйца? Это пасхальные, да. Я когда-то делала яйца из бисера, но у меня их не осталось. Я этим не увлекаюсь. Вот, раздарила их, и у меня не осталось. Вообще, конечно, хорошо бы их сюда поставить. Это вот для новогодних подарков оформляла мешочек. Ну, как образец, куда можно применить вышивку. Я не очень люблю вышивку, как прикладное искусство. Ну, вот, для примера сделала. Идемте туда. Я вам хочу показать сегодняшние свои законченные работы. Это то, чем я в ближайшее время планирую еще заняться. Это вот такая шкатулочка. Это тоже украинские производители. Вот все, что вышито бисером, и особенно по дереву, в этом преуспевают в основном украинские производители. Вот, украинские. И вот в интернет-магазинах представлены их товары. Ну, это я для декора уже сюда насыпала. Вот игольнички, и вот еще вот такие вот игольнички. Это фирма «Волшебная страна». Это все выписывать надо, да? Это я все, да, через интернет выписывала. А в Оренбурге, к сожалению, нет. Они достаточно дорогие, и невыгодно их привозить в Оренбург, продавать. Хотя вот это сколько стоит? Вот в магазине «Мир вышивки» тоже есть. По производителям нужно смотреть. Я заказывала из Украины магазин «Иголочка.com.ua», но там дорогая пересылка. Наборы стоят дешево, пересылка дорогая. У нас можно заказать в «Мир вышивки», там тоже они есть. Но надо смотреть по ценам, потому что курс доллара скачет, и цены могут быть разные. Мне очень нравится. Я давно заказывала, там большое количество. Вот вы смотрите, вы зайдете, например, в интернет-магазин, смотрите на производителя. Вот это производитель, вот «Стич» называется фирма, а вот это «Волшебная страна». У «Волшебной страны» много вот таких вот миниатюрок, вышиваются на дереве. А вот «Стич» – это достаточно новая фирма. Вот я не знаю, представлена ли она у российских, но вот украинский магазин предоставляет вот такие вот наборы. Все идет в комплекте, там идет схема по сбору. Это клеерки, да, вот это клеерки? Да, это отдельные были детальки. Вышивается бисером. Это поток приплески. Да. Бисер отдельно подбирается вот в этих наборах. Вот здесь «Волшебная страна» идет в комплекте. Идет в комплекте бисер. У «Волшебной страны» идет отдельно. И вот вышивается. Потом в комплекте идет фетр, потому что здесь ниточки, вот обратная сторона заклеивается. У них есть ключницы, салфетницы, подставки под телефоны. Ну, в общем, очень красивые изделия. И вышивается несложно. Вышивается легко. Бисером? Вот. Да, бисером. А бисер вы сами подбирали? Бисер, там он идет по ключу. Там написано, какой номер. И можно... Я заказывала сразу в этом же магазине подбор бисера. Они мне все подобрали. А у нас, в принципе, бисеры есть по номерам. Там в ключе номер указан. Я сейчас вам покажу как раз, вот что там входит в набор. Я принесла сюда процесс вышивки для того, чтобы вам показать. Вот хочу вам показать. Это вышивка по схемам. То есть отдельно приобретается схема. Это вот французская вышивка. А как научиться на такой... Научиться покажу. Милочи. Вот, смотрите. Я как раз для этих целей принесла сюда вот работу. Вот смотрите, набор. Вот идет набор от фирмы Мария Искусница. Часто комплектуются равномеркой. Вот, допустим, цвайкард. Вот здесь написано. Линда 27 ст. Линда – это ткань равномерного переплетения. Вот она. Если написано «Аида», то это канва. А это вот ткань. Вот она и есть. Вот на которой я вышивала. А вы обязательно на пяльцах? У меня есть станок, но поскольку спина болит, я люблю вышивать на пяльцах. И в последнее время почему-то это... Это закручивает? Это можно канву. Да, можно закрутить канву, потому что она жесткая. Вот эту ткань, вот, ее ровно не вышлишь. Ее нужно натянуть. Вот в наборе идут ниточки. Вот там вот ниточки. Здесь еще видно клеточки, да. Здесь еще можно. Но смотрите, я делаю разметку. Вот я принесла показать. Вот принесла показать. В магазинах продают водорастворимый маркер. Но они бывают, конечно, разные. Иногда бывает оставляют пятна. Но я заказывала на Алиэкспресс дешевые маркеры. Они здесь в магазине покупают, и нормально у меня смываются. Нормально хорошо смывается в холодной воде. В холодной. Вот главное правило – замочить в холодную воду. Но некоторые вышивальщицы делают ошибку. Сразу добавляют моющие средства, теплую воду, и остаются желтые пятнышки. В холодную ложишь, и прям сразу исчезает. И вот еще, в чем преуспели украинские производители. Вот у нас, к сожалению, в Оренбурге таких вещей не найдешь. Это сумка. Вышивается бисером. У меня много разных сумок. Это вот первая, которую я начала вышивать. Она готовая, готовая. Она уже сшитая. Единственное, сложно вот туда подлазить. Вот так вот, потому что, чтобы ровненько, аккуратно лег бисер, нужно подлезть. На пальце, конечно же, удобнее вышивать. Здесь напечатано. Вот видите, на кранике. Это как лен какой-то, да? Нет, это полз. Вообще планируем в ближайшее время заняться вышивкой сумок, чтобы нас в тречек принести, чтобы было что показать. Ну вообще, у вышивальщиц много всяких разных штучек, на которые мы бездумно тратим деньги. Вот, допустим, органайзеры. Да, вот они для бисера. Такой органайзер. Удобный. Ну, кому-то удобно, кому-то нет. Кто-то просто в чашечку насыпает бисер. Мне удобно органайзер, потому что похожие оттенки. А я запутаюсь. Мне обязательно раз, два, три, четыре. Нужно по номерам. Так, и вот здесь вот я схемку, наверное, не взяла. Или она у меня в пакете. Идет отдельно схема. А на схеме указаны номера бисера. То есть вот купила сумку, там бисер. Бисер можно в нашем магазине подобрать. Но поскольку я вот в одном магазине заказываю, там же они не подбирают. Но, в принципе, у меня есть на канале видео про этот магазин. И ссылочка внизу у меня есть. Я тебя прям заинтересовалась. Так хотелось вышить. Как, ну, все рассматривала, читала там, как это все это делается. Выписать тяжело. Выписать тяжело, но у нас в Оренбурге такого не купишь. Сейчас вот из-за пандемии долго идут еще посылки. Бывает по два месяца ждем из Украины. Но все равно я всегда и на канале об этом говорю, что у нас российских производителей, вот чтобы прям вот такие были интересные дизайнерские вещи, мало. Иголочка помню, украинский магазин. А наборы я выписываю в Мир Вышивки. Мои зрители уже знают. Вот, да, с Мир Вышивки. Кстати, там есть, может быть, там и есть сумки, но там огромного выбора нет. Они 5 тысяч стоят. 5 тысяч стоят? Нет, это... Они не вышитые. Даже без бисера? Идет клатч и бисер. 5 тысяч. Я смотрела. А вот там выходит дешевле. Вот я вот это заказывала. Даже с доставкой. Вот вы говорили, 1700 доставка, да? У вас видео есть. 1700 была доставка. Но если 2-3 сумки, если заказать, и сразу подбор бисера и доставка, то в итоге, конечно же, выйдет дешевле, чем у нас. И потом здесь такого нет. Вот я не принесла сейчас заготовку под джинсовую сумку. Когда у нас будет день вышивальный, мы назначим какой-то день вышивальный, я принесу джинсовую сумку, там подсолнухи вышиваются, еще есть у меня плачи. И посмотрите. Ну, здесь у нас в Оренбурге такого точно не будет. А вот вы говорите, Риолис дороже, да, чем мир вышивки? А Риолис – это фирма, производит наборы. Нет, у Риолис тоже бюджетный. Еще смотрите внимательно на состав ниток. У Риолиса часто комплектуются наборы шерстью. Полушевственные там. Шерсть, софил там идет и акрил, да. Да, акрил. Вот. Ну, допустим, у меня аллергия на эту шерсть. И многие мои зрители пишут, что на шерсть аллергия. Поэтому много не берите. Маленький наборчик возьмите, попробуйте. Если все нормально, да. Нет, что вам не нравилось. Ну, отлично. Да, у них недорогие наборы. Достаточно бюджетные наборы. Нормальные, да. Ну, вот из любимых, которые бюджетные, чудесные. Игла, Панна, Риолис, Алиса. Ну, вот это то, что вот я в основном вышиваю. А я в свои. Нормальные наборы. Несмотря на то, что у них цена ниже, чем на заграничные. Вот. Тоже по ним можно вышивать. Там дизайнов сейчас огромное количество. А вот Абресарт, что сказать? Абресарт. Абресарт у меня есть одна работа. Вышивка на холсте. Кстати, сегодня ее нет. Я только одни. Я принесла. Вышивка на холсте. Абресарт на холсте. А вот это Абресарт на холсте. Ну да, на холсте тяжелее вышивать, конечно. То, что она прокалывается. Да, слышали? Да. Ну вот я почему-то на Абресарт не подсела. Одну работу вышила на холсте. Не растяжите. Да. Там два прокола, и ничего не сделаешь. Там только нужно. Да, два прокола не получится. А я люблю вышивать два прокола. Бисер. Мне нравится. Вот я не выложу. Это девочки заморская вышивка. В смысле заморская это что? Ну это не наш отечественный производитель. Я имею ввиду то, что по французским схемам, по американским схемам вышивка. Ну это модно. Сейчас направление. Семплеры, квакеры еще есть. Есть мандалы. Я этим не увлекаюсь. Но поскольку... Но для меня это неисполнимо. Это легко. Здесь вот отдельные фрагменты вышиваются. В принципе это легко. Начинайте вязать. Вышивать снизу? Я люблю начинать вышивать с правого нижнего угла. Вообще положено вышивать от центра. Пометить центр и вышивать от центра. Я люблю... Но я делаю полную разметку. Вот так сетку рисую. Для того, чтобы начать из любого места. Например, я отсюда начала вышивать. Ниточка закончилась. Я ее отрезаю. И, например, следующий фрагмент вот здесь. А я уже по квадратикам вижу, что здесь фрагменты. Мне легко переключаться. Но я вот больше люблю картины. Сюжетные картины. Часто хочу репродукции картин вышивать. Но есть любители, которые вышивают сэмплеры. Ну и я на пробу тоже вышила. Мне же надо своими глазами посмотреть, что из себя представляют заморские сюжеты. Но на самом деле это мои зрители меня подбивают на все это. Новогодние же есть такие сюжеты. Если бы у меня не было ютуб-канала, я бы, наверное, до сих пор вышивала вон собачек, ягодки, светочки. Но поскольку я на ютубе, и нужно как-то немножечко тоже иногда соответствовать моде, я чуть-чуть пробую вышивать какие-то другие сюжеты. А вот здесь вообще сложность. Это ботаническая схема Вероник Аженер. Это дизайнер схем. Вероника Аженер. Попробуй найти эти клетки здесь. У нее огромное количество схем. Вот я только две вышила. Тоже чертила? Все чертила. Потому что здесь разбросанные детали. И считать вот эти на равномерке мелкие переплетения мне сложно. Даже в очках мне сложно. Али, у нас такой цветок. Вот, смотрите, это такая же ткань. Я вот сейчас вам покажу. А мне кажется, это крупнее. Нет, это потому что она натянута. Потом, когда вы ее постираете, вот она натянута. Потом вы ее постираете, и она будет вот так вот. Ножечко. Да, это одна и та же основа. Схемки, в принципе, есть в интернете. Вот, если, допустим, вот Вероника Аженер. На некоторые девочки делятся схем. Хоть это пиратство нельзя, но кто-нибудь втихаря скачать мы умудряемся. Вот. Я покупала. Она стоит дорого. Там только одна схема стоит две тысячи. Где-то так вот. Но многие девочки скачивают и вышивают. Я покупаю, потому что я блогер, и к нам авторские права очень строго применяются. Но вы на просторах интернета можете найти многие эти схемы. Вот такая вот канва. Не канва, вернее, а ткань равномерного переплетения. Можно в Оренбурге купить. Ольга, магазин Радуга вышивки. У меня есть на канале ролики, и там ссылочки. Это интернет-магазин, но для оренбургских, у нее офис. Вы можете приехать взять. В Оренбурге самый большой выбор равномерки, это у нее. Вот и равномерка, и лен, вот любого цвета. Это у нас Оля. А сейчас как интересно, с этих тканей, на этих вышивателей, вот все-таки, как сказать, вот эта канва обычная. Где легче? Ценится. На самом деле это... Это канва обычная, да? Да, это обычная, самая простая, дешевая канва. Или же на такой ткани. А вот здесь, видите, это все зависит от самой вышивальщицы. А некоторые девочки считают, что вот эта канва, вот эти ячейки, это некрасиво. То есть, когда оформляешь, не нравятся. Чтобы смотрелось эстетично, выбирают равномерку. Но все зависит от нашего зрения, от наших возможностей. Допустим, я нормально вышиваю на равномерке, но вышиваю день, два, три, потом вдруг мне хочется взять канву. Это совсем другие ощущения, совсем другие впечатления. Потому что мы в основном получаем от процесса удовольствие. И бывает хочется переключиться. Например, я несколько дней вышиваю бисером, потом все, рука устала. Беру равномерку, вышиваю на равномерке. Устала, переключаюсь сюда. А сколько времени нужно вот это вот потратить, чтобы... Время, да, конечно, много уходит. Это вам ткань называется? Да, замужем, да. Дети выросли у меня уже. Ткань равномерного переплетения, да. Она бывает разная. Это вот Линда, 27-й каунт. Не берите мельче, там есть 32-й каунт. Для первого раза вам будет сложно. Для первой вышивки вот я рекомендую Линду, 27-ю. 27-й каунт соответствует 14-му каунту канвы. Линда, 27-я. Да, Линда, 27-я, либо Бриттани, 28-я. Бриттани. Она отличается по составу. Линда 100% хлопок, Бриттани 20% вискоза. Но, в принципе, вы не определите особенно на ощупь. Они хорошо... Вот, по-моему, вот это Линда, а вот это Бриттани. Но особой разницы нет. Единственное, только может это белее немножко смотрится, а это... Ну, кстати, еще есть цвет, да, вот цвет Айвори. Это потолще, поплотнее. Поплотнее, да. Это потолще. Вот это Бриттани, а это Линда. Бриттани сколько? Бриттани 28-й каунт. А вот это Линд. Линд. А вот это Линд. Нет, но так вот. Вот, Линд, 28-й каунт. Кэшелл, 28-й каунт. Такое сочетание цвета с этими... Да, здесь вот Линд идет. Линд плохо отглаживается, вот он такой немножко всегда мятый, но модно. Ну, а Линд вообще ничего не видно. Да. Кстати, у Ольги там другие есть ткани много. Оля, она профессионал, спец, радуга вышивки магазин. Она вам порекомендует все, что нужно. А вот это вот дизайнерская работа. Мы смотрели ее сейчас. Да, видите, как канва окрашена неравномерно. Канва окрашена вручную. Это блогер наш, Наташа, выпускает сейчас такие наборы. Она когда-то просто как вышивальщица вела свой канал, а потом начала сама вручную красить канву и комплектовать наборы. А сейчас она продает наборы по своим схемам. А где этот магазин находит, радуга вышивки-то? Радуга вышивки, у нее сейчас магазин как такового нет. У нее интернет-магазин. Сейчас все перешли. Но вы ее найдете. Сейчас интернет, да, потому что офисы дорогие же, аренда дорогая. Вот. Поэтому ее легко найти. Можно прям набирать поиски радуга вышивки. И она прям, ее сайт выходит. Вы через сайт делаете заказ, там есть ее контакт. Радуга вышивки, Ольга, хозяйка магазина. Но мы будем следующую встречу делать вышивальную. И Оля приедет как раз из Питера. Она будет. И она даже, когда приходит на встречу, приносит ткань. Можно у нее купить. А у нее наборы есть интересные? У нее и наборчики. Да, у нее наборчики на пластике есть. На дереве, по-моему, нет. Ну, в общем, сейчас девочке я расскажу все, а потом к вам переключусь. Все остальные подробности о вышивке вы сможете узнать, когда у нас будет в галерее вышивальный день. Следите внимательно за анонсами. В следующем видео я обязательно вас оповещу, где и когда собираются вышивальщицы. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!